Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули. У нас сегодня вот такая вот закусочка. Это чипсы Принклс и сверху крабовая палочка, грудка куриная, майонезик и яйцо. И все это будем запивать обалденным пивом от Балтика с семеркой. Так, аккуратно. Вы знаете, почему я решила именно мукбанг с пивом? Потому что на улице такая пасмурная погода. Так грустно. Сейчас время, например, 12. Облачно. Ветер. И прям такая тоска. Хочется, знаете, внезапного такого счастья. Вчера сидели в одной кафешке рядом с моим домом. Я думаю, днюху сделать там. Не совсем кафешка, это кофейня. Можно посидеть, покушать. Неужели в какой-то веке около моего дома появилось нормальное заведение? А то обычно негде посидеть. Классная бургерная была, бургер стейшн. И то закрылась. Я люблю, когда спустился вниз. Мне надо жить в центре. Это прям стопудово. У меня он спустился вниз. Пешочком прошелся. И сел где-то. Пиво обалденное. Сейчас тут прям, знаете, настроение было выпить пиво. Я открываю холодильник. И в холодильнике вижу Балтику. Оказывается, мама купила, когда вчера была в супермаркете. Я думаю, надо снять мукбанг. Уже везде новогодние игрушки продаются. Гирлянды, елки. Хорошо, что в прошлом году я купила елку. Наверное, сегодня будем украшать. Я вам во влоге покажу, как мы украшаем. Хорошо, что купили в прошлом году. Потому что в этом году уже подорожали. Но у нас искусственная. А я когда маленькая была. Мы жили в Саратове. Кто не в курсе. В общем, папа покупал елку. Прям перед Новым годом. Чтобы подешевле было. И натуральная елка. И дома прям пахло пихтой. Это был просто незабываемый аромат. Кстати, напишите, пожалуйста, зрители из России. У вас до сих пор продают естественные елки. Потому что здесь это считается как преступление. Просто так срубил елку, чтобы ее украсить и выбросить на улицу. Типа нельзя. У нас даже сосед в деревне чуть его это. Статью не дали за то, что он там пару деревьев срубил. Типа нельзя. Это. Так что здесь ни у кого вы натуральную елку не увидите. Если только там самому сажать где-то в огороде. Потом срубить и домой. У всех искусственное. Когда первый год приехала сюда. для меня как-то удивительно было. Где елки? А что елки не продаются? И мне такие подружки-одноклассницы говорят ты чего? Какие натуральные елки? А потом куда девать это все? Я говорю, ну так я в России жила. Мы просто выбрасывали это все. Ты что, столько елок просто выбрасывают? Я говорю, да. Они, знаете, даже не поверили. Рез пять, наверное. Даже больше жили мы здесь без елки. Потому что искусственное мне казалось как-то, ну, несерьезно. Как игрушка какая-то. А сейчас как-то привыкла. Нормально. Искусственная даже краша. Единственное, нету этого запаха. Я думаю, где-то заказать эфирные масла или какой-то, не знаю, с именно елью. Ходила, смотрела, где армитизаторы. Разные ароматы есть. А именно вот запах елки нигде нету. А для меня это не просто запах елки. Это для меня запах детства. Я помню, у нас была такая елка в школе. И мы хороводы делали вокруг елки. Мне родители никогда не врали, что есть дедушка Мороз, напиши письмо, все твои желания исполнятся, все, что ты хочешь, изложи в этом письме. Такого не было. У меня мамка реалист. И она всегда с детства учила нас к жесткой реальности. Она говорила, это ваш физрук, а это учительница по музыке. Это не Дед Мороз и Снегурочка. Это просто ваши преподаватели. Я как бы понимала, что не то, что Дедушка Мороз мне дарит сладости, а просто родители на это скинулись. В общем, я уже думаю, с сегодняшнего дня начать украшать уже квартиру. Вот здесь у нас будет гирлянда, если вы помните с прошлого года. Кто помнит, пишите. Как-никак 2 декабря. Единственное, почему я очень сильно скучаю. Это когда ты ходишь зимой. И вот так хруст, 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 хруст вот этот звук. Если я поеду в Россию зимой, я обязательно засниму этот звук и привезу сюда. Или можно попросить папу. Потому что я соскучилась по этому АСМР. Когда я первый год переехала сюда, я такая родственниками с вами говорю, в этом году зима очень жаркая. Наверное, такие нет. Вроде холодные в этом году. после того, как я переехала в Азербайджан, снег я видела два раза. Это разные годы были. и то, знаете, он сразу тает. Хотя у нас здесь есть горная местность, откуда как раз-таки рода моя бабушка. И вот там есть снег. Если что, можно соскучиться по снегу и поехать туда. там горно-лыжный курорт. Можно покататься на лыжах. В общем, горная местность, и снег там есть. еще здесь некоторые классный бизнес устроили. В день Нового Года, то есть с первого числа, одеваются в дедушку и в снегурку и идут по квартирам. Договариваются с родителями и получают минимум пять тысяч с одной квартиры. Приходят, поздравляют детей с Новым Годом, передают подарки, которые родители уже подготовили для Дедушки Мороза. Вот. Дети думают, что действительно пришел Дедушка Мороз. На самом деле, это просто переодетый актер. Я так подрассчитала. Очень сложно найти вот это окошечко 31 числа у этих Дедушек Морозов. То есть пять тысяч с одного человека, например. У них таких людей где-то штук десять. Это еще найти надо. на каждого ребенка он в среднем тратит где-то полчаса своего времени. Ничего так бизнес. Хорошо придумали. То есть есть такая услуга вызвать Дедушку домой. Он в таком костюме. Все аккуратненько, классненько. Вы уже заранее покупаете подарки для своих детей. он приходит, забирает у вас эти подарки, ставит к себе в мешочек, потом уже заходит с этими подарками и начинает дарить. Вот в который раз убеждаюсь, было бы у человека желание работать, а род деятельности придумать можно. Чем-нибудь заняться можно. десерт, конечно. ой, десерт. Закуска, конечно, получилась обалденная. А с пивом, как уйдет. Когда у меня будут дети, если честно, я тоже врать не буду, что существует Дедушка Мороз, нужно писать письма в Великий Устюг. Он обязательно исполнит все твои желания. Я скажу, как есть. Чипсы, конечно. Принглс обалденные. Здесь у меня немножко арахиса осталось. Соленый, жареный арахис. Вот так вот. Я доела. Было очень вкусно. Не забывайте ставить лайки, подписываться, пишите свои комментарии. Всех люблю. Пока.